Друзья, всем привет! В этом видеоролике мы познакомимся с вами с новой Mazda CX-9. Машина, конечно, относительно новая, потому что всему миру автомобиль был представлен в 2015 году в сентябре. И вот прошло всего лишь два года, и автомобиль приехал к нам в Россию. Он приехал напрямую из Японии, сейчас автомобили собираются только там. Сегодня 27 октября, пятница. Ни в одном автосалоне в Москве эта машина в шоуруме еще не стоит. Они заедут туда только 1 ноября, поэтому у нас есть уникальная возможность рассказать про автомобиль первыми. Как вы знаете, в автосалонах вас будет встречать две комплектации. Первая это предмаксимальная по цене 2 миллиона 900 тысяч рублей. И топовая версия, как в нашем случае Executive, по цене чуть больше 3 миллионов рублей. Не забывайте, что к этим ценам мы сразу должны плюсовать каска. Здесь она будет стоить порядка 100-120 тысяч рублей. Я говорю про полную каску. Конечно, можно найти подешевле, но это все уже будет сугубо индивидуально. Дальше, машина у нас идет на 20-х дисках, а это значит, что зимняя резина тебе обойдется по цене примерно 75 тысяч рублей. Различные первоначальные мелочи, постановка на учет, осаго, полный бак бензина. В общем, можешь сразу плюсовать к цене автомобиля примерно 200-250 тысяч рублей. Подчеркиваю, что автомобили собираются напрямую в Японии. К нам в Россию привозят только две комплектации. Хотя по всему миру комплектаций гораздо больше. Есть также автомобили с передним приводом, которые стоят значительно дешевле. И если бы у нас в России начали собирать непосредственно CX-9, то и по цене он был бы тоже более доступный. Но японцы пошли хитрее. Они сейчас прощупывают рынок. Данный автомобиль они нам предоставляют как премиум автомобиль. Вот если ты, покупая такой автомобиль, записываешься на обслуживание в сервис, приезжая, у тебя всегда будет отдельное парковочное место. Тебя всегда будут встречать без очереди. На фоне всех других владельцев Мазды, приезжая в сервис, ты будешь неким таким солидным дяденькой. И к тебе будут относиться совсем по-другому. И вот на основании того, что данный автомобиль идет с ценником 3 миллиона плюс, а многим из нас нужен большой седан, большой хороший семейный седан, но денег на него не хватает, я вам напоминаю то, что есть сайт автохлама.нет, который поможет найти вам эксперта для подбора автомобиля на вторичном рынке. Все, что вам нужно, это перейти по ссылке в описании. Сайт очень информативный и простой. Там вы можете заполнить простую анкету, отправить ее, где вы указываете, какой автомобиль вас интересует, каким ценовым диапазоном вы владеете, после чего вам сыпятся предложения. Все предложения от людей, они открытые. Эти эксперты видят цены других экспертов. Таким образом, вы получаете экономию. Они между собой начинают конкурировать в открытую. Если вы хотите приобрести автомобиль на вторичном рынке, но сами в машинах не особо разбираетесь и не знаете, на что нужно обратить внимание, что посмотреть, чтобы автомобиль вас радовал и исправно работал, переходите по ссылке в описании и убедитесь лично, что подбор автомобиля на вторичном рынке с экспертом, это надежно, выгодно и экономит в первую очередь ваши деньги. Переходя к внешнему виду автомобиля, многие из вас скажут, да это же раздутый CX-5. И это на самом деле неудивительно, ведь вся линейка CX, она между собой чем-то похожей пересекается. И вот стоя в возе нового CX-9, задаться вопросом, чем же он отличается от CX-5, а я вам скажу, он на самом деле более массивный. Вот решетка радиатора, она выделяется. Фары немного видоизменены. Передний бампер тоже немного видоизменен. Противотуманочки маленькие, вот смотрите, вот она маленькая-маленькая дырочка, я бы сказал. Это просто на этой машине, вот на этой огромной морде смотрится как маленький прыщик. Мое личное мнение, что именно с противотуманками здесь стоило придумать что-то более интересное, потому что стоя возле автомобиля, их вообще не замечаешь. Вот глаз падает вот на эту пластиковую заглушечку, которая, я так понимаю, имитирует какую-то агрессию, спортивность. Смотришь на нее повнимательнее, поближе, понимаешь, что это просто пластиковая заглушка. Оптика на автомобиле стоит диодная, с ней, в принципе, все владельцы МАЗ знакомы. Поворачиваем влево-вправо, фары следуют за нами. В общем, на них останавливаться не будем. Одно скажу то, что на самом деле достойная оптика в ночное время светит очень хорошо. В остальном по внешнему оснащению все идет то же самое. Омыватели фар, парктроники и передний бампер, вот, ярко выражен, очень много хрома. На CX-5 он идет просто пластиковый. Стоя возле автомобиля, с уверенностью могу сказать, то что внешний вид здесь, конечно, заслуживает хорошие оценки в виде 4 с плюсом, либо 5. Если вам автомобиль не нравится, кажется скучным, или вообще вы хотели бы что-то здесь доработать, обязательно пишите об этом в комментариях. Мы же переносимся в подкапотное пространство, потому что там есть что обсудить. Хочу напомнить, что на предыдущей модели устанавливался фордовский мотор объемом 3,7 литра, 277 лошадиных сил V6. И открывая капот, вы будете просто удивлены, потому что автомобиль стоит 3 миллиона рублей, это премиум. Но вот я пытаюсь подкинуть его и понять, где же газоупорный держатель, а их здесь нет. У нас здесь встречает палочка, которая ходит, там, знаешь, можно куда-нибудь ей тыкнуть по случайности. Я на самом деле просто шокирован и удивлен. Так вот, на смену фордовскому мотору приходит 2,5 Skyactiv-G. Турбированный. Это 231 лошадиная сила. Разгон до сотни 8,6 секунд. Только бензиновый двигатель у нас идет. Расход у него будет примерно 12-14 литров по городу. Двигатель оснащен системой наддува динамик Прессюр Турбо. Это первый в мире турбонаддув, в котором регулируется количество выхлопных газов, подающихся на крыльчатку. До 1600 оборотов в минуту работает узкий канал коллектора. После открывается дополнительный широкий канал. Максимальное давление в системе 1,2 бара. Помимо интересной системы наддува в двигателе используется рециркуляция охлаждения выхлопных газов. И выхлопная система 4,3,1. Выпускные каналы средних цилиндров объединены. Крутящий момент здесь. 420 ньютон-метров. Работает двигатель в паре со знакомой нам шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Ранее мы снимали видео, где рассказывали, как на Mazda 6 через год на 20 тысячах запиналась коробочка. Обязательно посмотрите, кто не смотрел. Но хочу от себя сказать. На коробку жалуются люди, но это очень редко. На самом деле не имеет это повального обращения. Просто я начал читать комментарии, увидел то, что каждый второй начал рассказывать о том, что у него тоже сам, у него тоже пинается коробка. Нет, друзья. Вам достаточно один раз проехать на автомобиле, на котором действительно коробка работает неисправно. И все ваши переключения в штатном режиме, когда вы едете с 3 на 4 переключается, это не пинки. Это просто нормальная работа коробки. В остальном в подкапотном пространстве на что-то пожаловаться я лично не могу. Сам, как владелец Mazda, менял однажды по гарантии ролик натяжителя ремня. Здесь это, наверное, доработали, может быть, не доработали, но на это стоит обращать внимание. То, что это случай гарантийный. Человек живет в Канаде и говорит, вот у нас уже два года катается CX-9. И знаешь, на самом деле есть нарекания на автомобиль, на двигатель, на турбину. Я говорю, а что конкретно? Что за нарекания? Да я не знаю, вот у соседа есть CX-9, но он ни на что не жалуется. Как автомобиль поведет себя? Как поведет себя здесь турбина? Мы проверим с вами вместе. В общем, будем следить, будем смотреть. Пока что что-то говорить здесь рано. С технической точки зрения мне здесь сказать больше нечего. Но обратите внимание, вот японская сборка, но сама-то на всю изолентой. Нет ничего закрытых каких-то элементов. Все в открытую. То есть, понимаешь, вот сейчас ты поездишь здесь полгодика-годик, здесь столько грязи будет. Странно, конечно, что так делают, но тем не менее, мы идем дальше, не размазывая кашу, как говорится, по тарелке. Вот за счет того, что идет вот эта палка, она крутится, и попасть в нужные пасы не всегда удобно. Можно нервничать. Ну что, капотик, конечно, легкий, но вы все сами понимаете прекрасно. Габариты автомобиля вы сейчас видите на экране. Если его сравнить с CX-5, он его на 525 миллиметров длиннее, на 129 шире и на 72 миллиметра выше, что по автомобильным меркам очень даже много. Автомобиль идет на 20-х дисках, резина здесь 255 на 50, передняя подвеска независимая, амортизационная стойка типа Макферсон, задняя независимая, многорычажная, что говорит нам о том, что, в принципе, подвеска здесь точно такая же, как на Мази-6 или на Мази-CX-5. И вот официальный дилер автоспеццентр, который мне предоставляет автомобиль, уже успел покататься на нем в Грузии. И вот, смотрите, все были шокированы и удивлены, то, что на 20-х колесах машина, в принципе, мягкая. Вот на самом деле, не примите это как за рекламный ход, с ними уже давным-давно общаясь, все мужики адекватно, и все говорят то, что на самом деле, катаясь по бездорожью, машина вела себя вполне адекватно. В тот же момент, когда они выходили на автобаны, разгоняли машину до 220 километров. Мазда, чем и славится, то, что на самом деле, автомобиль очень хорошо сбалансирован, и покататься на нем можно по проселочной дорожке, и на большой скорости она очень хорошо стоит на дорогах. Говорить про CX-9, как про автомобиль для бездорожья, вообще не стоит. Вы знаете, я лично всегда удивлялся таким тестом, когда люди берут, например, CX-5, отправляются с ним куда-нибудь в горы, на поля, где очень много грязи, начинают там пытаться на них ехать, и удивляются, почему же перегрелась муфта? Автомобиль не может сделать даже диагоналочку, а для чего вообще это нужно? Неужели кто-то на CX-5 или вот на вот этом автомобиле, на CX-9 поедет в какие-то дебри? Машина сделана для того, чтобы ты всей своей семьей вышел в пятницу, сел в автомобиль и отправился к себе на дачу. Вот сегодня выпал такой снежок, грязь, да, где-то дорогу чуть-чуть размыла. Вот здесь полный привод будет способствовать тому, чтобы ты доехал до своего загородного дома либо маленькой дачки. Все. Если ты хочешь поехать покататься на сноуборде, садишься, спокойно доезжаешь до подожди горы, ставишь машину на расчищенной парковке, отправляешься кататься, ехать на этом автомобиле за 3 миллиона рублей куда-то в поля, ну кто это будет делать? Есть у нас отличный автомобиль Нива Трехдверка. Вот ее покупаешь за 150-200 тысяч, на ней катаешься. Этот автомобиль сделан для комфортной езды по городу. И полный привод здесь предусмотрен именно для этого. Клиренс у автомобиля 220 миллиметров, что говорит нам о том, что ты черкать на нем нигде не будешь, но автомобиль длинный, поэтому спускаясь с какой-то горочки, если тебя на нее все же потянет, передним бампером ты можешь все-таки черкануть. Вот задним там свес хороший, не заденешь, но передним нужно быть повнимательней. Передние тормоза у нас тут дисковые, вентилируемые, задние просто дисковые. В боковых зеркалах у нас стройны повторители поворотников. Шумоизоляция у автомобиля сделана по такому же принципу, как и у ЦХ5. Ну смотрите, лобовое стекло у нас идет утолщенное, передние стекла у нас тут двойные. Здесь у нас идет настоящая проекция, она цветная, выводится все на лобовое стекло. И поэтому, напоминаю, если делать сказка на этот автомобиль, лучше его делать полную. Ну смотрите, машины редко, не дай бог попасть в легкое ДТП, повредить фару, ценник станет сразу, ну соточка зарядится. Если тебе отлетит какой-нибудь камушек в это стекло, я вот не знаю, но по-любому, стекло нужно будет ставить оригинально, чтобы проекция так же грамотно на него выводилась. Вот здесь у нас собраны различные датчики, здесь стоит камера, которая может видеть людей. Если ты будешь ехать в темное время суток, и вдруг где-то будет выбегать человек, реально сработает, система тебе выведет на проекцию. Очень полезная вещь, она есть также на топовых версиях ЦХ5. Зоны покоя щеток идут с подогревом, поэтому примерзание налить этой зимой должны быть здесь исключены. Обходя автомобиль по кругу, нас везде здесь встречает хром. Смотрите, бак у нас идет на 74 литра. Открываю заднюю дверь, смотрите место, сажусь сейчас сам за собой. Напоминаю, что автомобиль у нас идет на три ряда, но вот здесь самому за собой очень даже комфортно. Сидишь, кожа, ну приятно, знаешь, автомобиль новенький, интересный, здесь сделана посадка по принципу амфитеатра, то есть каждый задний ряд, он чуть-чуть повыше переднего пассажирского кресла. В первую очередь тебя не должно укачивать, а во вторую ты получаешь хороший просматриваемый вид. Смотрите, что получают задние пассажиры. У них есть отдельный климат-контроль, могут сами выставлять себе как кондиционер, так и печку, ну и, конечно же, есть подогрев задних сидений. Автоматический стеклоподъемник, есть большой подлокотник, покажи, пожалуйста. Можно положить какую-нибудь книжечку, поставить чашечку кофе, ехать, ну в машине сидеть комфортно. Крыша черная, подсветка идет белая, сразу диодная. Об ней мы поговорим чуть-чуть попозже. Давайте я сяду на третий ряд и покажу вам, как это здесь происходит. Для того, чтобы переместиться на третий ряд сидений, нужно сделать пару незамысловатых движений, а именно сложить задний диван. Вот посмотрите, сколько места. Понятное дело, то что это место предназначено либо для детей, либо для девушек, парней, возможно, невысокого роста и худощавого телосложения. Я полез. Залезть очень даже легко. Вот посмотрим, что будет, если я отодвигаю сиденье для себя. Ну, давайте я его еще чуть-чуть отодвину. Сюда вперед. Оп. Все, складываемся. Вот покажи, пожалуйста, попробуй подлезть сюда, вот камерой. Видно меня, нет? Всем привет. Ну, на самом деле, если не на длительную дистанцию, можно сидеть нормально. Вдвоем, вот даже я здесь сяду. Да, не суперкомфорт, здесь будет впереди посидеть покомфортнее, но, тем не менее, передвигаться можно. Большой компанией, там, 7 человек, друзей, вообще отлично. Либо большая семья поехала куда-то там на пикник, в театр, не знаю, в кафе, на футбол. Будет очень даже ничего. А детям так и вовсе здесь будет целое раздолье. Есть подстаканники, поставить газировку, кока-колу, чай. Ну, неважно, что угодно. Выходить из автомобиля с третьего ряда сидений в принципе, можно сказать, комфортно, но, вот обратите внимание, как я выхожу, мне по-любому приходит ставить ногу на пороге, поэтому грязи здесь будет предостаточно. А со временем вовсе они все будут рассарапаны. Идем сразу дальше к задней части автомобиля, которая вызывает, как я почитал в отзывах, противоречивое мнение. Многие пишут о том, что задняя часть автомобиля заметно проигрывает передней, а именно. Но обращаю ваше внимание на фонари. Здесь они на фоне всей этой громадины кажутся какими-то приплюснутыми. У машины идет раздвоенный выхлоп. Обратите внимание на патрубки. Вот 72 миллиметра диаметр, но они настолько здесь маленькими кажутся, что хотя бы вот здесь нужно было сделать их побольше. Я прекрасно понимаю, что у всего модельного ряда идут точно такие же патрубки. Ну, парни, согласитесь, напишите ваше мнение, что здесь она смотрится просто как банка. Маленькая баночка, а еще даже больше подходит сравнение с трубой, когда вот, знаете, вот канализационный, где вода течет, это вот примерно здесь то же самое. В любом случае на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то понравится, кому-то нет. Как стих даже сказал. Идет сервопривод багажника, кнопочку нажали, все открылось. Вот смотрите, 230 литров нас здесь встречает. Если сложить сиденья, то будет объем примерно 841 литр. Это третий ряд, если сложить. А если сложить все сиденья, включая второй ряд, то общий объем составит 1641 литр. Это действительно очень много для этого автомобиля. Поэтому кому-то, кто любит, знаешь, попутешествовать вдвоем, переночевать в автомобиле, место здесь будет с головой. И при всем при этом у автомобиля есть докатка. Смотрите, здесь у нас установлен сабвуфер от системы, здесь идет музыка Босс. Также здесь есть различные карманчики. В общем, всем тем, кто любит всякие мелочи хранить у себя в багажнике, достаточно будет. Есть крючочки. Поэтому загрузиться продуктами, перевести всю семью, здесь это можно будет сделать запросто. Камера заднего вида здесь само собой разумеется, но в тот же момент системы кругового обзора в автомобиле за 3 миллиона рублей нет. Сиденье и руль уже настроены под меня. Обратите внимание на дверь, она действительно очень массивная, тяжелая. Шумоизоляция в этом автомобиле, честно говорю, на уровне. Присаживаться в него очень удобно. Я не буду сидеть здесь один, давайте присаживайтесь вместе со мной и посмотрим, что же нас здесь встречает. И вот оказываясь, внутри автомобиля нас в первую очередь встречает массивность. Именно это слово мне прилетело первым в голову, когда я сюда первый раз сел. Большие двери, большие ручки, в общем, все здесь относительно большое. Сама Мазда говорит то, что этот автомобиль заявочка на премиум. Но в тот же момент я лично человек простой, поэтому что такое премиум и где он здесь выражен, я не знаю. Все красиво, все интересно сделано, но добавить хрома, но это не означает то, что это премиум, это пластик идет, то есть никаких здесь настоящих деревянных вставок нет, за исключением того, что эта часть алюминиевая. Я как владелец Мазды 6 2015 года сажусь в эту новую CX-9 и пытаюсь найти какие-то значительные различия. Первое. Дисплей здесь немного больше, чем у нас. Само наполнение мультимедиа точно такое же. Опускаясь ниже, нас здесь встречает климатическая установка, раздельный двухзонный климат-контроль точно такой же, как на всех шестерках и CX-5. Есть подогрев руля. У нас это сейчас есть то же самое. Селектор переключения передач. Имеет кнопочку спорт, которая немного меняет алгоритм работы коробки, будет держать повышенные обороты. В свою очередь вот эта панель передняя, она идет глянцевая, все блестит. Сейчас автомобиль новый, но здесь есть карманчик, куда ты можешь положить телефон, ключи, кто курит, там будет класть сигарет, зажигалки, поэтому вот эта часть скорее всего со временем будет вся в царапинках. Опускаясь ниже, нас встречает уже всем знакомый джойстик управления мультимедиа. Стояночный тормоз идет электронный, подстаканники у нас тут открытые, вот это конечно не очень приятно, потому что что сюда не положить, все это всегда будет видно. Хотелось бы, чтобы также была какая-то шторочка. Подлокотник у нас идет раздельный, как для пассажира, так и для водителя. Внутри здесь небольшое пространство, сюда можно вставить две флешки USB, AUX и флешку для навигации. Руль в автомобиле уже всем владельцам Мазды давным-давно знаком, приборная панель тоже без каких-то изысков, все здесь стандартное, все что нужно есть. Есть несколько у нас кнопочек, которые отключают электронные вспомогательные системы. Отсюда я хочу задать вопрос, а где, где остальное оснащение? Машина стоит чуть больше трех миллионов, почему нет вентиляции передних сидений? Где камеры кругового обзора? Три миллиона одна камера заднего вида. Почему у нас мультимедиа не поддерживает даже DVD? Парни, ну 2017 год, в 2015 году вышла машина, почему нет DVD? Уже сейчас должен интернет давным-давно быть, то, что ты сел в машину, можешь выйти там с почту электронную почитать, проверить, куда-то зайти, нету нифига. Панорамная крыша, просто 3 миллиона черная крыша, где люк-то хотя бы сделать? Почему этого ничего нету? Чтобы заработала навигация в машине за 3 миллиона, ты должен докупить ее, 22-25 тысяч рублей стоит флешка. Напоминаю, потому что на стороне люди уже давным-давно делают их и продают по 3-5 тысяч рублей. И вот многие владельцы топовых ЦХ-5 задаются вопросом, стоит ли переплачивать практически миллион рублей за ЦХ-9? И за что вы его переплачиваете? В первую очередь это, конечно же, размер. И, собственно, на этом все. Все остальное по автомобилю то же самое. Здесь будет все то же самое, что есть у тебя в ЦХ-5. Друзья, таким образом мы с вами познакомились с внешним видом автомобиля, с интерьером автомобиля. И смотрите, что я вам хочу сказать. Вот вы видите, что она без номеров. Поэтому на этом наша первая часть подходит к концу. Мы не можем сегодня просто-напросто выехать в город и сделать нормальный тест-драйв. А кататься здесь по промзоне, ну вы понимаете, это какое-то будет неуважение. Просто смешно даже об этом говорить. Парни, подписывайтесь обязательно на канал, кто это не сделал. Сегодня пятница, суббота, воскресенье. Номера на машине будут висеть. И мы сделаем отдельную, вторую часть видеоролика, где на ней нормально покатаемся 15-20 минут. Насладимся автомобилем. Я лично покатаюсь с вами часа 3-4. Это как минимум. С дилером я уже обо всем договорился. Поэтому я с вами не прощаюсь. Я говорю лишь о том, что чуть позже мы с вами увидимся. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал. Там всегда выходят только самые свежие новости. У меня на этом пока что все. До новых встреч. Всем пока.